От хозяина криминального уссурийска до режиссера и ютубера Виталия Димочка, гордо именующий себя бывшим криминальным авторитетом, сегодня успешный деятель искусства. Его жизнь будто разделилась на две половины, и Виталик гордится и той, и другой. За свою долгую карьеру преступного авторитета Димочка так и не стал вором в законе, однако это не помешало стать ему одним из самых уважаемых криминалитетов страны. А к 50 годам Димочка добился другого почета, уже в мире искусства. Как могут уживаться в одном человеке столь полярные способности, творчество и кровожадность, пожалуй, не знает и сам Бондарь. Виталий Димочка родился в городе Уссурийский Приморского края в 1970 году. Рос без отца. Мать, военный инженер, дала сыну хорошее воспитание, много с ним занималась, прививала любовь к знаниям. В школьные годы участвовал в олимпиадах по математике и даже завоевывал первые места. После школы пошел учиться в профессиональное училище, где и связался с отморозками. С того момента жизнь пошла по наклонной. Юного Виталия отчислили из ПТУ за избиение сокурсников и курение травки. У бывшего курсанта появилось много свободного времени, которое он тратил на драки с бывшими сокурсниками. Он отбирал у них деньги и материальные ценности. Затем со студентов перешел на мелких спекулянтов и фарцовщиков. Хулиган держал в страхе весь район. В 18 лет юного Виталика арестовали и отправили на недолгий срок отбывать наказание за хулиганство в колонию Пады-Иркутск. В 20-летнем возрасте Виталий примкнул к преступной группировке под управлением Александра Ткачева «Ткач». Там же получил прозвище Бондарь. Димочка имел также другое погоняло-минус Бандера, за счет сходства с известным украинским националистом. В 1994 году создал свою ОПК. Бандиты зарабатывали черный нал перепродажей угнанных и поддержанных японских автомобилей. За контроль над перспективным автомобильным рынком боролись десятки криминальных авторитетов. На Бондаря было совершено четыре покушения. Димочка и сам активно устранял конкурентов. С одним из них он жестко подрался. В результате оппонент умер. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть человека, Виталия Димочка осудили. В 27 лет Димочка оказался на свободе. К тому моменту автомобильный рынок был уже поделен и Бандери ничего не оставалось, как придумать новый способ зарабатывания денег. И он придумал, вполне легальный бизнес, так называемая автомобильная подстава. Братки Димочки специально совершали ДТП, естественно, занимали роль потерпевших, чтобы потом вымогать деньги у виновника аварии. Если у человека не было денег, то преступники забирали его машину. Автомобиль быстренько ремонтировали и выставляли на продажу, чтобы его потом снова кто-то купил и совершил на нем ДТП. К началу 2000-х годов Димочка поднял 200 тысяч долларов. Виталий Димочка имеет 4 судимости за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. В общей сложности отсидел 6 лет. Факт номер 7. В 2003 году заканчивается криминальная карьера Виталия Димочки. Он легализует свой бизнес, меняет сферу деятельности. Димочку кидает в искусство. Он становится кинорежиссером. Дебютный фильм, семисерийная художественная с уклоном на документальность картина «Спец» вышла в 2004 году. В ней бывший авторитет стремится преступный мир изнутри. Бывший авторитет стал сценаристом, продюсером, режиссером и исполнителем главной роли. Премьера фильма состоялась в Уссурийске. На большие экраны картина допущена не была. Тогда Димочка переписала его на диски и пустила в свободную продажу. Диски были распроданы в считанные дни. Димочка сознательно отказался от спецэффектов, атрибутика, помещения, драки, кровь, погони и перестрелки. Все настоящее. Актеры – бывшие члены банды Димочки. Сюжет не выдуманный, а реально происходящий в прошлом. В фильме было задействовано около 200 людей, связанных с преступным миром. Жанр фильма по мнению самого Виталия минус реальный реализм. Творческий и фантазийный Димочка создал свой YouTube-канал, посредством которого ведет диалог со своими поклонниками. Он красочно и очень подробно рассказывает о перипетиях криминальной жизни, делится своими идеями и переживаниями. У Димочки несколько тысяч подписчиков, с которыми он любит беседовать, отвечать на их многочисленные вопросы. Виталий Димочка – успешный публицист. Он написал и опубликовал семь книг о преступной жизни. Издателем выступила фирма «Зебра». Последняя книга начала конца вышла в 2014 году тиражом в 10 тысяч экземпляров. Виталий Димочка официально никогда не был женат, хотя ему приписывают множество романов. С некоторыми из них жил гражданским браком. С одной гражданской супругой Виталий прожил 6 лет. Ее он снял в своем детище спец. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok